Привет, я Игорь Бурцев, делаю для вас тест-драйве на моем канале в YouTube. Сегодня у нас новый Kia Optima. Корейцы весьма своеобразно рассматривают кризис на российском автомобильном рынке. Они считают, что это лучшее, оптимальное время для того, чтобы завоевывать D-сегмент, с которого некоторые сильные игроки ушли, а те, которые остались, у них не вполне оптимальные ценники. И если им противопоставить автомобиль типа Kia Optima, то будет успех типа Maximum. С внешностью новой Optima команда Петера Шрайера сделала некоторую магию. Автомобиль смотрится как та же самая Optima, но он совершенно другой. У него нет общих кузовных деталей. Колесная база больше на 10 мм. И единственный, пожалуй, элемент, который выдает этот автомобиль как новый, при виде сбоку, добавившееся маленькое окошко сзади. И если смотреть на этот автомобиль сбоку, то кажется, что вот эта часть его, она очень тонкая. Крыша как будто ее нет. У нас предмаксимальная комплектация GT Line. У нее другие бамперы. И вот с этого ракурса, с этого угла зрения, мне Kia Optima весьма подозрительно напоминает Toyota Camry. Но очень они похожи формой бампера, особенно в нижней части. Чтобы как-то рассеять подозрения, надо изменить угол зрения. Стихи! Вот такой угол зрения гораздо приятнее. Сразу видно, что это Optima. Хотя у нее изменилась улыбка решетки радиатора. Она стала как будто выше поднялись уголки вот этого тигриного рта. И в целом внешность, ну не то чтобы приятнее, но современнее и легче точно. У нас адаптивные фары. Смотрите-ка, новая машина. Они уже слегка запотели. И поскольку версия GT Line, то красные тормозные суппорты. Никакой керамики, ничего такого тут особо спортивного состава в тормозных колодках. Конечно, не ищите. Просто красные. GT Line это, конечно, не только передний спортивный бампер, но и задний. Мощный, с диффузорами, приспортивленными, двумя хромированными выхлопными трубами. И что тут еще интересного. Камера, одна из четырех камер кругового обзора. И, пожалуй, то, что багажник, в отличие от того же у большинства конкурентов, можно открывать кнопки. Правда, вот он на такую высоту. А дальше опять ручной труд. Объем багажника 510 литров. То есть, это примерно средний показатель в классе. Вчистую Optima обыгрывает по объему багажного отсека только Mazda 6. Здесь больше полезного пространства на 80 литров. Но и вчистую проигрывает Superbu, как, собственно, и все. Багажник невысокий, широкий и довольно длинный. И его можно сделать еще длиннее, если потянуть за вот такие рукоятки. Это, привет, Mazda. У них система Caracuri также отбрасывает спинки сидений второго ряда. Только здесь они не отбрасываются, а только отстегиваются. Потом подключается опять ручной труд. Под полом полноразмерное запасное колесо с небольшим инструментарием. Интересная вот такая ручечка. Если за нее потянуть, откроется лючок бензобака принудительно. Вообще, в нормальных условиях он открывается электроприводом с кнопочки рядом с рулевым колесом. Еще изнаночка вот эта мне кажется забавной. Вот так, если смотреть, это более-менее премиум. Но премиум заканчивается вот здесь. Вся верхняя часть багажника железная. Вся начинка наизнанку. Премиум класс так не делает. Это второй ряд оптимы. Второй ряд, на который хочется садиться. Потому что сразу понятно, что здесь просторно. Просторнее, чем в Toyota Camry точно. Здесь пространство для ног задних пассажиров примерно столько же, сколько в Skoda Superb. Могу это сказать с уверенностью, потому что на прошлой неделе я вот так же распускал пальцы, сидя на заднем ряду Superb. Показываю, насколько он просторнее, чем у Toyota Camry. Там вот так, в Superb вот так. И в Kia Optima так же. У нас комплектация богатая, GT Line. Поэтому в крыше панорамный люк. Для задних пассажиров это особенно хорошо. Для водителя не очень, потому что механизм привода шторки съедает большую часть пространства. И я, сидя на водительском месте, касаюсь волосами крыши. Ну и еще преимущество GT Line. То, что у нас есть вот такие шторки. У нас глухая тонировка стекол второго ряда. Обогрев сидений второго ряда. Розетка 12 вольт. Специальная розетка USB для зарядки мобильных устройств. Широкий подлокотник на два подстаканника. И сам по себе диван. Он похож на японские диваны, но при этом мягкий. Ну хотя тоже как японский. Мягкий, как в Toyota Camry. И примерно такой же удобный. То, что произошло с салоном новой Kia Optima, я считаю, это революция. По крайней мере, это колоссальный разворот с референсных шведских автомобилей к референсным японским и немецким. Что здорово. Предыдущая Kia Optima, рабочее место водителя, было очень похоже на то, что предлагал в свое время Saab. Это крупные дефлекторы обдува, которые составляют основную картину интерьера. Все массивное, черное, развернутое к водителю. Сейчас это сменилось четкой, легкой картинкой японских и немецких автомобилей. Вот такого руля раньше не было. Этот спортивный, прошитый красной ниткой, обрезанный снизу по хорде, с логотипом GT Line, поскольку у нас такая версия с алюминиевыми подрулевыми курочками. На руле много кнопок, в том числе для управления жидкокристаллическим мониторчиком. У нас, поскольку дорогостоящая версия, то его размер 4 дюйма, очень хороший, очень информативный, с крупной графикой. За вот таким аккуратненьким рычагом шестиступенчатой автоматической трансмиссии у нас островок кнопок. Кнопка активации кругового обзора. У нас 4 камеры по кругу. Кнопка Drive Mode, которая не управляет подвеской, а только режимами двигателя. Кнопка обогрева рулевого колеса. Не у всех конкурентов такой найдешь. И, конечно, не у всех есть обогрев и вентиляция передних сидений. Тоже вот они кнопочки. Есть кнопка самопарковки. Мне очень симпатичен корейский подход к ценообразованию. 1 миллион 69 900 минимальная стоимость. И это ниже получается практически, чем у всех. Правда, машинка такая своеобразная. Она пустая, она на тряпке. И с механической коробкой передач. Такой выбор таксиста. С двухлитровым двигателем. Но для флит-менеджеров, для каких-то корпоративных парков, почему бы нет? Такое предложение быть должно. К тому же, выглядит интересно. Звучит здорово, да? 1 миллион 69 тысяч. Где сейчас такие цены? На большую машину, у которой место сзади столько же, сколько в Шкоду Суперб. У нас сейчас GT-Line. Это предверхняя комплектация Kia Optima. Стоит 1 миллион 589 900. Я нашел Суперб за 1 миллион 582 тысячи рублей. То есть, нашелся один конкурент, который дешевле, чем Kia Optima в нашей комплектации GT-Line. Действительно, дешевле, но там, мало того, что тканевый салон, там еще и механическая коробка передач. Toyota Camry. Ближайший вариант. Это комплектация Elegance с мотором 2.5. Она дороже на 8 тысяч рублей, получается, чем наш GT-Line. Но, если копаться в комплектации, то оказывается, что Kia переплевывает ее. Причем, не по каким-то мелочушкам, вроде датчика слепых зон, мониторинга слепых зон, или помощи при выезде с парковки задним ходом. Здесь это все есть. У Kia Optima есть такие массивные уже опции, которых, ну, если покупать... Кстати, у Camry даже такую не купишь. Панорамный люк в крыше. Это опция, которая там недоступна, в принципе. Здесь также есть сиденье с вентиляцией и обогревом, с памятью, с электроприводом и водителя, и переднего пассажира. Обогрев сидений второго. Ну, в общем, получается, что Optima упакована лучше. Ford Mondeo дороже двухлитровым мотором EcoBoost. Получается, он дороже на 50 с лишним тысяч. При этом, опять же, там нет кожаного салона. В чем Optima сливает всем конкурентам? Всем. Это в динамике разгона. Все ее обыгрывают, надирают, привозят ей хотя бы одну десятую секунды. Но вот даже Camry с мотором 2.5 везет ей одну десятую секунды. 9.0 против 9.1 с автоматической коробкой Optima разгоняется до 100 км в час с этим мотором мощностью аж 188 лошадиных сил. То есть, по цифрам, которые вы читаете в характеристиках машин, это же круто, да? Мотор Тета 2 180, почти 200 лошадиных сил. Но Toyota его обыгрывает. Раз, раз и квас. А Mazda 6 так вообще по-хулигански. Она разгоняется до сотни за 7,8. И Passat быстрее, и Superb быстрее. И Ford Mondeo своим мотором EcoBoost тоже везет. Kia Optima не под это. Явно корейцы затачивали автомобиль, не чтобы побеждать всех своих конкурентов из сегмента D на гоночном треке. Похоже, корейцы не особо заморачивались по скорости. Достаточно быстро и все. С мотором 2 литра их автомобиль разгоняется вообще за 10,5 секунд с автоматической коробкой передач до сотни. Это, ну, по меркам сегмента D, автомобилей, которые там сейчас действуют, это медленно. Ну, медленно. Optima, да. Ее не для российских, конечно, дорог настраивали таким образом. Но не на активную рулежку точно. При том, что это на версии GT Line, что красная нитка прошита, хорда вот тут у нас по хорде руль срезан. Все должно быть по-спортивному, но реакции на поворот руля, они такие очень медленные, размазанные. В околонулевой зоне пустота. И с увеличением скорости ничего не меняется. Пустота, она также и осталась. Я могу поменять режим Drive Mode. Вот я меняю на спортивный. А руль не потяжелел. Руль остался таким же. И в околонулевой зоне опять пустота. Когда меняем режимы Drive Mode, меняется только характер отклика на нажатие педали акселератора. Машина старается удерживать обороты повыше, подольше. Держать передачу пониже, подольше. И, собственно говоря, в этом весь спорт. Подвеска здесь не активная, не адаптивная. Мне нравится эргономика салона. Да еще бы она мне не нравилась, потому что здесь очень хорошо проверенные, прикатанные решения японские и американские. Я вот не могу, я ловлю себя все время на мысли, что мне этот интерьер до того знаком. Я к нему до того присмотрелся. Вот это окошко, в котором 8-дюймовый дисплей пребывает. И вертикальная передняя панель. Я это все много раз видел. Это Мазда. Мазда. Если бы не вот эта фальшивая строчка, выдавленная здесь, я так думаю, она очень даже определенную задачу решает, чтобы не так уж было похоже. И вот эту штуку как будто через увеличительное стекло просто посмотрели. А так это Мазда 6, Мазда CX-5. То же самое, абсолютно. Мне нравится. Мне нравится то, что это удобно. Это на самом деле очень удобно. Не хватает, как у Мазды, здесь какого-нибудь джойстика. Чтобы можно было вальяжно управлять и смотреть результат вашей работы, вашего контроля прямо на 8-дюймовом дисплее. У меня рост под 190, и коленка опирается все время в процессе движения на жесткую пластмассовую бороду. В Мазда 6 та же картина, но ребятки-то знают о такой особенности. Видимо, не понаслышке. Рослые японцы, поэтому они подложили сюда маленькую подушечку мягкую. В Optime ее нет. Поэтому у меня жесткий контакт. Колено-борода. Здесь тормозная динамика примерно как у Camry. То есть, если ты хочешь остановиться быстро, дави на педаль тормоза сильно. Вот как-то так. Вот он взрыкивает, что-то пытается изобразить там под капотом. Но звук не такой богатый, не такой правильный, правильно настроенный, как у той же Toyota Camry. Все-таки Optima, она оптимизировалась под тишину. Здесь тише. Здесь тише, чем в Superbi. И здесь другая акустическая картина. Хотя по уровню шума похоже очень на Toyota Camry. Но картина здесь другая. Я вот еще раз скажу. Мне не хватает рыка мотора. Хотя мотор здесь злобный, атмосферный. 188 лошадиных сил, 2.4. Мог бы рыкнуть. По крайней мере, не хуже, чем Camry 2.5 точно. Но не рыкает. Заглушен, заизолирован. Наслаждайтесь тишиной, что называется. Ямка вот так вкусенькая была на дороге. Бам-бам. Optima, она не пропускает никакие неровности. На ней великолепно можно перемещаться по гладким дорогам. Но, к сожалению, вот в нашем городе, они только в центре. Я специально здесь сейчас езжу, чтобы получить по максимуму удовольствие от подвески Optima. Но сюда я доезжал по пролетарским кварталам с огромными дырами в асфальте. И могу сказать, что Optima ни одной дыры не пропустила. Там никакой речи о пробоях, ничего такого нет, конечно. Все обработано, все донесено в салон в многократно уменьшенном, смягченном виде. Но донесено практически все. То есть Optima, она такая пунктуальная, очень подробная и дотошная. Она вам все передаст, что она обработала сейчас. Этим она похожа, я бы сказал, на супер. Комфортный вариант для тех, кто не собирается атаковать повороты, сжечь на серпантинах. Просто комфортная езда вот по нашим дорогам. У нас, чтобы найти хороший, интересный поворот в центральной полосе России, до него надо еще доехать. Если хочется острее руль, в принципе, можно уложиться, опять же, в ценник меньше, чем у той же Camry максимальной. Там, где мотор 3.5. У Kia Optima есть версия GT. У нас GT Line. Line убираем, добавляем сюда 2-литровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил. И тогда у Optima появится другая настройка подвески. Там другая конструкция рулевого управления, во-первых. Во-вторых, другие пружины, жестче даже, чем у этой. И вся конструкция оптимизирована под лучшую рулежку. Это у нас российская адаптированная версия. Обогрева лобового стекла нет, увеличенного бачка омывателя нет. Зато дорожный просвет со 135 увеличен до 155 мм. И я так понимаю, без потери управляемости. Индукционная зарядка. О, писк. Последний писк. Правда, хоть опищись, но вот и фон заряжаться здесь без особого, без специального переходника не будет. Кто будет, ищите информацию вот в такой брошюрке. Здесь найдете, я думаю, описание всех возможных вариантов, что можно заряжать в этом лотке. А еще у нас акустическая система Арманкардон. 10 динамиков, активный усилитель, сап. То есть прокачанный звук. Еще бы радиостанцию подстроить, было бы вообще отлично. Optima очень правильное название Корейцы разыгрывают свой главный козырь Здесь гроссмейстерски Они его сразу шлепают на стол То, что это отличная комплектация Богаче, чем у всех конкурентов По вменяемой цене Внешние перемены Вот они мне не кажутся такими революционными Выбрать этот автомобиль сердцем Мне кажется, это больше выбор рациональный А внешний дизайн от Питера Шрайера Он и в прошлом поколении был очень даже неплох Это будет такая, как вишенка сверху на тортике А торт сам по себе Это комплектация Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова